Даро дружище, Warhammer Space Marine еще та радость для того, то есть для меня, которая упустила ее релиз в 2011 году. Да, прям до слэшера уровня Devil May Cry или Darksiders она вообще не тянет, но вселенная Warhammer, разнообразие каноничного оружия, болтеры, лазганы, меч-пила, молот и так далее, прыжки на ранцах, битвы ультрамаринов против орков, как тут не залипнуть? Боевка тут незамысловатая, нет каких-то комбинаций, просто вполне однозначные слабые и сильные атаки. Сбивание противника и добивание, что останавливает здоровье, а также наличие огнестрела, разной мощности, дальности и ситуативности. Сначала проходил эту игру на клавомыши, потом недавно обрел геймпад и поиграл на нем, и да, на геймпаде это отдельное удовольствие. Плюс у игры довольно добротная русская озвучка, которая не режет слух и приятно радует на протяжении всей игры, потому что слышишь знакомые голоса, которые слышал еще в детстве, когда озвучивали мультики. Вы подверглись воздействию источника энергии. В генераторной я сам видел. Я, босс, слабо, черт, вся эта планета моя! Вы дали мне задание вернуть этот осколок вашего могущества, и я сделал это. Да, она простая, но она затягивает. Игра не пытается играть в RPG, диалоги и прочее. Все уровни кишкообразные, которые просто ведут тебя из точки А в пункт Б. При этом дают подраться и погрузиться в кинематографичный сюжет. Да, по мне сюжет более чем оставляет приятные впечатления со своими героями, характерами и решениями, в которые тебе предлагают окунуться. Нет нужды думать. Просто беги, круши, смотри, что может быть лучше, чтобы расслабиться и получить удовольствие. И самое важное, хорошо передан дух Вархаммера. Его атмосфера и ничто не мешает играть без лишних усложнений. Тут даже режим онлайн баталии есть, что даже спустя 12 лет все еще не опустел окончательно. Как по мне, игра не особо была оценена. Но все, кто играл, с особым трепетом вспоминают игру, и я теперь понимаю почему. К тому же в 23 году выходит вторая часть, которую я с нетерпением буду ждать. А пока давай погрузимся в мир того, что с нами происходит по мере прохождения этой игры. Далее все сплошной спойлер, поэтому следи за собой и будь осторожен. Еще дополнительно чуть-чуть расскажу о том, кто такие ультрамарины и кто таков капитан Тит. Чтобы мог лучше понять, кто наши герои, и сможешь немного по-другому взглянуть на то, как они рассуждают, почему и зачем. Сюжет. На планету Кузнецу совершено нападение орками. На ней производятся столь важные для Империума человечества Титаны. Огромные машины, способные переламывать исход битвы, потому и значение их исключительное. Не обладая, конечно, планета с той большой ценностью, просто бахнули бы экстреминатусом и все. Ничего живого не останется, как эксеносов. С другой стороны, можно попробовать просто бахнуть мощным оружием, но это может нанести лишние повреждения производству, а значит его эффективность производственная упадет, что также не очень хорошо. Потому решено отправить на планету флот освобождения, время прибытия которого примерно 5-37 дней. Ну и это долго. За это время потеряем стратегические объекты, чего допустить нельзя. Поэтому на всю эту суету зовем ультрамаринов под командованием капитана Тита. Ультрамарины – образец того, что действительно означает быть Астартес. Они сокрушали врагов человечества, сражаясь как замысловатая и идеально настроенная боевая машина, способная быстро и решительно победить любого врага. Они – восьмой из 20 легионов космодесанта. Ныне – один из самых известных орденов Адептус Астартес. Будучи безмерно преданными своему примарху, ультрамарины слепо следуют созданному им кодексу Астартес. Десять тысяч лет они бились так, как описано на страницах этого священного писания. Другие ордены могут с легкостью вырвать слова Желемана из контекста и подстроить под себя, но только не утрамарины. Кодекс Астартес – труд великой мудрости, и эти воины не видят смысла перечить ей. Кодекс Астартес содержит сотни страниц описания для любой мыслимой тактической ситуации на поле боя и множество вариантов решения задачи. Каждый воин ордена заучивает содержание кодекса наизусть, так что целая рота действует как единый организм. Мудрость миллионов, имперских генералов, солдат и офицеров сконцентрирована на страницах кодекса Астартес. В нем воин может найти все, от геральдики до знаков различия, до инструкции по проведению планетарного штурма. Это и характерная черта в следовании кодекса особенно интересно, когда наблюдаешь за действиями героев, и начинаешь по-другому смотреть на капитана Тита и его камрадов. Что же касается капитана Тита, за время своей долгой службы он одолел бесчисленное количество противников, и получил множество ран, как физических, так и психологических. В первые дни в качестве Астартес он изо всех сил пытался преодолеть свой собственный характер. Позже он пережил гибель всего своего отряда от рук чародея Хаоса. Тит убила этого коррумпированного слугу губительных сил, но получил тяжелые ранения. И некоторые в ордене задаются вопросом, как он выжил, намекая, что он сам, возможно, был затронутым магом Хаоса, и, возможно, был тайно развращенным. Ибо во вселенной Вархаммер Хаос довольно губительная сила, которая склоняла на свою сторону множество Астартес. В дальнейшем Тит стал командиром второй роты ультрамаринов, когда его бывший капитан погиб в бою. Он был рядом со своим наставником, когда тот пал и до сих пор чувствует тяжесть принятия его командования. Но его величайшим испытанием было, когда он и его компания ультрамаринов отправились в мир кузницу, адепту с механику с Грая. Собственно, к нему мы и возвращаемся. План у нас простой. Приземлиться и захватить Титанов. Только корабли наши из батареи орки долбят смачно, поэтому собираемся сигануть из корабля на реактивном ранце, чтобы красиво пролететь, приземлиться на корабль и уничтожить орудие. Леандр, в свою очередь, взывает к кодексу, ибо по нему такие финты не очень хорошо, но Тит грамотно его игнорирует, отправляясь в самую гущу, уверенно приземляясь на корабль орков. С задачей сбить корабль отлично справляемся, развернув их собственную пушку на себя же. Мягкой посадкой не назовешь, но это же капитан Тит, поэтому с ним все в порядке. Встретили Леандра, и он опять за свое. Бухтит по поводу кодекса, применения в такой ситуации ранцев, все это неправильно, ла-ла-ла. Но Тит прекращает с ним диалог одной простой фразой, что иногда полезно думать самому. В надежде, что до него что-нибудь дойдет. Гвардейцы, которые считались погибшими, казалось выжили, и все благодаря лейтенанту, встреча с которой нам предстоит, а также по пути мы встретимся с Сидони. Вот он, Сидоний, наш комрад и дед, который пока мы его искали, нашел чем себя занять. Разумеется, отстрелом орков. Он верно подметил, что орки-то очень скоординированно охраняют пушку, и еще против нас ее использовать додумались, хотя для них типичнее было бы ее сломать или разобрать. Что явно говорит о том, что лидер орков попался довольно сообразительный. Да-да, тот самый, которого мы встретили в самом начале на корабле. Вероятно, он тоже выжил. Отбив волну орков возле бункера и напнув одному здоровяку, отправляемся прямиком к лейтенанту, о котором рассказывали гвардейцы. Лейтенант Мира, мощная, сильная дама. Что немного удивило деда, но ничего удивительного. Он же дед. К сожалению, все командоры погибли, и из живых осталась только она. Поэтому такие дела. Она рассказала, что кратчайший путь добраться до Титана через железнодорожный мост, что находится за орудийным комплексом, куда мы и дернули. Что забавно, в игре даже гвардейцы, которые там бегают, задаются вопросом, где техно-жрецы? Потому что вообще ни одного не было видно, хотя это планета кузница, где должно быть огромное количество. Даже друпов мы их не встретим. Может, конечно, бюджета не хватило, либо для логики сюжета не подходило. Но что есть, то есть. Мы все ближе к пушке, ей-то мы сейчас и займемся. И самое время полетать на реактивном ранце. Самостоятельно. Какое же это удовольствие было забыть про гравитацию, парить над противниками и резко врываться в толпу, срубая всех без исключений. Пробрались мы внутрь через разлом в стене, который проделала техника орков. Самое время разобраться, как эту пушку разрушить. В поисках решения мы нашли мельтозаряды. И по идее, если подорвать их в нужных местах, то вся крепость обрушится, а с ней пушка. Но Леандр, кстати, не только умеет ворчать, но и подкинул толковую идею прицепить мельтозаряд на одном из снарядов пушки. Что и сделали, благополучно подкинув проблем захваченному орудию. Но все прошло негладко. Орки, видимо, заметили и вытащили снаряд из обоймы. А что сделаем мы? Правильно, пихнем еще раз, и может быть со второго раза повезет. И повезло. Взрывы за спинами и падающие на дно оружие более чем показательно. Что очевидно хорошая новость, Теперь идем на поезд, но поезд уже не совсем поезд, то уже целый таран, иначе он просто пролетит и прошибет Мануфакторий, помогая добраться оркам до Титана. Разумеется, все не могло пройти гладко, к нам присоединяется их буйный корабль, который мы уверенно мочили из пушки. А впоследствии корабль при падении снес таран с рельс, и успешно завершили задачу. И хоть Мануфакторий еще держится, ему явно осталось недолго, поэтому надо спешить. В процессе натолкнулись на сервочереп, у которого была печать Инквизиции. Заметив нас, он вывел на экран послание Инквизитора Дрогона, который срочно просил о помощи в Мануфактории. Орки ищут экспериментальные устройства, но пока оно в безопасности, так как Дрогон их отвлек. Правда, в итоге сам оказался в западне. Шош, вот он Титан, которого мы искали. Огроменная махина, управление которой требует многосотенной команды. Собственно, потому их не смогли использовать против вторжения орков. Чуть попозже мы вышли на Дрогона, и он выжил. Правда, выглядит он довольно раненым, да и ведет себя на самом деле странно. Как будто тот, кого мы видели на записи, и тот, кто пристал перед нами, довольно разные люди. По его словам, то самое экспериментальное оружие на самом деле источник энергии, что питает весь Мануфакторий. Устройство сложное и довольно нестабильное, потому так важно найти его раньше орков, которые наверняка просто уничтожат его, что является проблемой, потому что детонация этого источника энергии снесет всю планету. Добравшись до источника энергии, попробовали его поместить с помощью специальных манипуляторов в контейнер, но главарь орков нам помешал. Поэтому пришлось делать все вручную. Было нелегко, но Тит справился. Остался жив и погрузил его в контейнер. Правда, когда на связь с командой вышел, это их удивило, так как, по словам Дрогона, Тит не должен был выжить. Но что-то пошло не так. Пробравшись через канализацию, почти выбрались и встретились с дружищами. С ними и отправимся на поиски инквизитора. И, конечно, не забудем про главаря орков. Найдя Дрогона, он тоже был удивлен этой встречей, потому что, как оказалось, источник с чистейшей энергией варпа. И непонятно, как мы не погибли. А это важно, так как в мире Вархаммер варп убивает, сводит с ума или порабощает большинство людей. И то, что Тит выжил, может говорить как о природной устойчивости к варпу, что встречается крайне редко среди людей обычных. Либо, что он мог быть уже не тот, кем мы его считали раньше. Но сейчас не до этого. Сейчас поважнее будут орки. Чтобы их уничтожить, нужно добраться до экспериментального оружия под названием психическая плеть. Именно его и питает источник энергии. Казалось бы, чего его раньше не использовали, но ранее это оружие просто еще не испытывали. А если какой-то баг закрался в работе, то мы просто уничтожим планету. Однако Тит человек простой. Любой шанс по-прежнему шанс. Так что вперед испытаем удачу. А от Дрогану все хуже. Так что двигаем быстрее к Валькирии, чтобы нас переправили до психической плети. Валют удался неплохим, что дало и прокатиться с ветерком и парочку орков летучих подбить себе на радость. Но на этом все не закончилось. Тут еще корабль орков подлетел и доставил хлопот. С которым справились, разумеется, но не справились с орком, который как голубь залетел в турбину и сбил корабль. Благо умеем прыгать и мягко приземляться как кошечка. Что ж, дружище снова с нами, а Дроган все суету наводит по поводу источника энергии и давай-давай быстрей-быстрей. Добрались. Огневое ядро перед нами. Оно поднимается под крышу комплекса и под ней основной огневой блок. Помещаем контейнер в гнездо энергетического ядра, что должно было активировать залп. Но что-то пошло не так. Точнее, орки саботажа навели и поэтому пришлось бегать и все вручную заводить. Забрались наверх, все подготовили, осталось только жахнуть. Ну мы и жахнули. А шпиль изменил свой внешний вид, явно не к добру. После чего прилетели орки, а затем нас всех снесло ударной волной. И следом, из варпа начали появляться демоны хаоса, которые кинулись на орков, а злоба черепа свалили вниз. И без нового босса тоже не обошлось. Появился из портала Лорд Немирот. А на лифте подъехал Дроган, идя навстречу демону и довольно уверена, что окончательно показывает, что мы явно сделали что-то не так. Тит пытается остановить Дрогана, но Немирот атакует наш отряд психической энергии, что заставляет всех склониться и мешает передвигаться. Йес. Дроган предатель и отдал душу Немироту. Предатель молодец, но и на нас тоже лежит вина за все это, за вторжение сил хаоса в наш мир. Что самое интересное, Титу удается сопротивляться не только варпу, но и воздействию Немирота, что впечатлило как и Дрогана, так и Лорда Демонов. К тому же оказалось, Дроган не предатель, ибо еще тогда, когда мы видели его сообщение, после этого момента он умер. А с нами говорила лишь марионетка Лорда, которая вселилась в тело Инкведитора и использовала его в собственных целях. Дальнейший наш диалог прервало появление злобы черепа, который смог подняться наверх и начал толкаться с Немиротом. В итоге оба свалились вниз. Ну что сказать, надо проблему решать, ибо открыли врата, они растут и со временем так вся шайка-лейка из варпа к нам переберется и будет туго. Потому наша задача воспользоваться пушкой Титана Непобедимой и четким выстрелом сломать башню, что позволит перерезать связь между вратами и башней. Пока добирались, Леандр не мог не озвучить свои опасения. Все-таки Тит опять соприкоснулся с источником варп энергии, а излучение опять не подействовало. К тому же кодекс Астартес гласит, что лишь те, кто заодно с Хаосом способны выдержать касание варпа. Тит тоже этот момент беспокоит. Но сейчас важнее остановить вторжение Хаоса. А потом можно будет обсудить, кто прав, а кто виноват. Хватит за лапку. И вот мы деремся с злобочерепом. И само собой мы ему знатно напнули, отправив плазмы прямо в череп. А теперь он не мрачный череп, а дырявый череп. Простите. Наконец-то Титан перед нами. Закончив все подготовительные и освободительные работы, вставляем источник энергии в пушку и бахаем ей по шпилю. Орбитальный шпиль разрушен. Врата варпа закрылись, но не стоит забывать о Немероте и той кучке демонов, что успели пробраться в наш мир. Но все же есть хорошая новость. Флот освобождения наконец-то на подходе. С ними еще и инквизиция. По идее бы им отдать этот источник, но, как верно подметил Тит, инквизиция один раз уже пыталась и у него не получилось. Поэтому лучше придержим его у себя, а по возвращению лучше дадим магистру ордена и его библияриям. До тех пор передаем источник Сидонию, чтобы он отнес его на ударный крейсер и запер в арсенале. А мы пойдем напнем Ксеноса. Сидония вроде даже вперед убежал. Да, только это ему не помогло. Немерот его настиг, насадив на свои шпажки и забрав источник энергии. Жалко Сидония. Тит тут же бросился на Немерота, но вновь оказался под воздействием сил варпа. Что же касается источника энергии, это практически дар богов хаоса. Ключ к превращению Немерота в бессмертного демона. В этот же момент Тит постепенно все больше сопротивлялся варпу. И как говорит сам демон, лишь глубокая связь с варпом может это объяснить. После чего в открытую говорит, что скоро Тит присоединится к ним. В итоге он уходит и только после этого появляется Валькирия. Тит рассказал Леандру про все происходящее, что вот есть источник энергии, есть Немерот, сплюсуется, получится, что он станет князем демонов, а значит самое время добраться до Немерота и убить его во время трансформации. Задача выполнять Тит пойдет один. Ребята оставляют последить за Сидонием, пока не появится Апотекарий. Но Леандр в свою очередь не отпускает возможности побухтеть, что идти одному самоубийству может быть еще хуже, учитывая связь Тита с варпом. Чем ближе к шпилю, тем больше суеты. Но благо флот освобождения уже появился вместе с кровавыми воронами и черными храмовниками. Пробравшись через бойню, оставляем сдерживать ксеносов на плечи наших братьев, а сами полетели к шпилю. Настало наше время за Сидонием и императора оборвать жизнь Немирота. Немирот пытается нас перетянуть к себе словами о возможности власти, но быть при этом рабом хаоса Тита не устраивает, ибо месть за братьев важнее, чем его слова. Пока войско хаоса нас отвлекало, Немирот успел трансформироваться и готов был нас уничтожить, ведь он мощный и теперь варп его защищает. Да только Тит теперь тоже в варп тусовке, поэтому с разгоном влетает в демонегу, скидывая его вместе с собой вниз, прямиком со шпиля. Ибо драться в полете куда веселее. Плюс можно присесть на супостата и потыкать в черепушку, чтоб больше не обзывался, называя сыном хаоса. Неприятно же. Вот и все, пластика лица завершена успешно. Хватаем источник энергии и буквально руками его разрываем, чтобы больше не было проблем и чтобы он в никакие руки вообще не попал. После произошедшего очухиваемся на корабле с мирой, которая хвалит нас за спасение этого мира. Но на этом все не закончилось, прилетела инквизиция, а Леандр нас сдал, ибо по его словам Тит подвергся порче хаоса. А аргумент все тот же. Ну ты ж выстоял, значит еретик, вот и все. И да балды, что он уничтожил демона. Ведь наверняка не без темных сил это удалось. Поэтому обязаны подвергнуться проверке, отправляясь с инквизитором. Иначе альтернатива, что порче подверглись все его ультрамарины и все, кто с ним контактировал. Что как бы Титу выбора не оставляет. Леандр опять гундит про кодекс, что по-любому ему под влиянием варпа. Но Тит объясняет, что кодекс это лишь свод правил, что направляет нас. Учит ценить долг и честь. Но подлинное испытание космодесантника, как он будет жить с этим. Миссия успешно выполнена. Тит отправляется в карантин по приказу инквизитора. И ему предстоит пройти допрос по поводу впадения в ересь. А его дальнейшая судьба остается под вопросом. Что особенно интересно узнать, как обстоят его дела теперь. Вроде как с анонсом второй части, где нам предстоит сражаться с тиранидами, вновь появляется капитан Тит. Что дает нам ответ, что все с ним в порядке. Перед завершением своего диалога я прикреплю трейлер и кусочек геймплея со второй части. Вдруг не видел. А на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище. Мы бороться. Мы Мы... ...ы ангелы смерти. Мы обладаем Блэд, против конца конца. Никто... ...серватит нашу рот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok